можно вам вопрос можно конечно без проблем алло волоть тут твои спрашивают кто мариуполь уничтожил россия или украина просто они спрашивают они не знают здравствуйте если вы не бот я не бот я живой человек я понял андрей но может кто-то вас стоит качестве бот бывает чем же вы сегодня андреевич я читаю я читаю обычно новости новости читаю и когда читаю новости где-то важный интересного захожу в чат рулетку включаю запись и общаюсь на эту тему всегда интересно можно конечно без проблем меня вот интересует вот почему солдаты вооруженных сил украины гибнут они же за то чтобы отвоевать свою родину территории да там гибнут вопрос а зачем гибнуть если можно было по минским соглашением все это мирно решить а потом уже работать с этими сепаратистами вашими зачем за это умирать выполнить и все вот не понимаю объясните мне вы сформулировали вопрос с манипуляцией это называется пресуппозиция вообще никакой манипуляции я сейчас объясню в чем в чем манипуляция это очень даже не сложно смотрите солдаты не гибнут это не их решение их убивают это разная гибнут люди которые идут в горы или уходят в плавание на каких-то там парусных я вам сейчас я вам объясняю всем я вам объясняю это в принципе несложные не сложные вопросы не сложный ответ солдат убивают это не одно и то же гибнут а когда человек а пойдем не будете перебивать правильно я вам отвечу не будет не собираетесь перебивать мне отвечают смотрите если вы не будете перебивать я с удовольствием отвечу штука следующем заключается солдаты не гибнут их убивают это разные это важно совершенно разный подход первое второе минские соглашения украина подписывала минские соглашения брала на себя обязательства в принципе это были не самые выгодные для нас условия и далеко не самые выгодные для нас соглашение и в принципе говно соглашение если честно но здесь в этом и заключается дипломатия и в этом и заключается вот смысл внешней политики в том чтобы подписывать соглашение даже если они для тебя не выгодны если ты их вынужден подписать то в целом задача заключается в том чтобы вынудить вторую сторону который в принципе тоже это было не очень выгодно так себя вести чтобы считалось что не выполняет эти соглашения россия и россия тут же сразу же после подписания минских соглашений их нарушила самый важный самый главный пункт выполнение безоговорочное прекращение огня россия огонь не прекратила боевые действия не прекратила продолжала боевые действия все эти годы за это на протяжении многих лет на российскую федерацию европейцы вы меня обещали не перебивать чего вы кричите за это на российскую федерацию на протяжении многих лет европейский союз соединенные штаты накладывали санкции за невыполнение минских соглашений а уж потом уже в прошлом году в феврале россия наплевала анну почему не захотел вы задал вопрос а выслушать не захотел россия наплевала на все минские соглашения практически вышла из них путин сказал что никаких минских соглашений больше нет они больше не существуют и перешла в полномасштабное наступление полномасштабное наступление полностью провалилась блиц крик на который рассчитывал путин они надеялись за два за три дня дойти до киева сменить так называемый режим да то есть они хотели поменять власть я так понимаю сместить президента верховную раду назначить какие-то там своих гауляйтеров медведчука там например я не знаю киву в пример министры но не получилось вооруженные силы украины дали отпор и вот на сегодняшний день к сожалению стратегической федерации договариваться никакой возможности нет это подтверждается вот и событиями в херсонской области взорванная газ договариваться бессмысленно договариваться нужно только так с русскими что собственно я при от андрея ты предлагаешь переговоры конечно всегда предлагал переговоры только здесь задача внешней политики и дипломатии даже она заключается в том чтобы подписать какое-то соглашение и вынудить русских его выполнять соответственно для этого нужны нам посредники серьезные посредники те которые могли бы контролировать поведение русских это в первую очередь европейский союз и соединенные штаты ну там плюс канада япония например вот когда подписывает украина договор с соединенным между там европейским союзом канадой и например организация объединенных наций которые в принципе не совсем понятно для чего сегодня существует но тем не менее так пусть для галочки там будет и они подписывают да и турции например да как сильным геополитическим противником россии в черноморском бассейне и отдельно россия подписывает соглашение с этими же самыми посредниками а мы берем на себя обязательства россия берет на себя обязательства в случае невыполнения предусмотрены какие-то определенные шаги предусмотрены какие-то наказания санкции не такие что русские над ними там смеются а довольно серьезный то есть в первую очередь санкции виде прекращения торговых отношений в виде закупа газа и нефти в случае там нарушения россия берет на себя обязательства выводит войска и все то есть нашим солдатам нет смысла идти до москвы и нет смысла воевать где-то там под ростовом нам наша главная задача нам главное освободить свои оккупированные территории вернуть свои оккупированные территории закрыться полностью там стеной я не знаю бетон ров морозоустойчивые крокодилы мины я ну все на свете там плюс конечно желательно со стороны россии чтобы это было демилитаризованная зона где-то километров на 30 туда чтобы там не было никаких войск и это бы контролировали бы европейские союзы соединенные штаты но вот собственно и все и тогда можно было бы выполнять такие соглашения на сегодняшний день вероятно договориться с русскими чтобы просто прекратить стрелять найти там в глазах путина мир я думаю что не представляется возможным только заставить русских прекратить эту войну вот собственно и все а и у него наверняка были еще ко мне вопросы но что-то не захотел меня слушать отчете трафоне чё-то на микрофоне нарисован это герб украины я убила какие-то для кого-то виллы конечно три зуб здесь зашифровано слово воля но почти как виллы воля виллы похоже для многих одно и то же когда нет воли наступает вилла как ты понимаешь значение слова воля что для тебя воля это свобода вечно смотри отдельно свобода отдельно воля ну ты спросил как я понимаю ведь ответил ты уже начинаешь кажется слове три чота и матер effet но это же вроде как разные понятия воли и свобода они близки но у них есть отличие но он лиц кид Performance как я понимаю я тебе ответил волю это мои понять это свобода а свобода теперь теперь то не атик все такое свобода теперь да ну да это важно очень мне кажется а дальше потом ты что у меня спросишь не пытаюсь разобраться понимает ли русские значения слова свободы и разницу между волей и свободой это свобода свобода на ну допустим давайте скажу что такое свобода свобода слова например устроить не в целом свобода но можешь про свободу слова это тоже интересно ну вот свобода это свобода слова допустим я могу говорить любые слова любому человеку так как посчитай нужно какие слова сказать такие скажу но ведь это же не так у вас же нет свободы слова есть ты же не можешь в интернете написать что-то например выступаешь против войны с украиной а где ты увидел войну а чем отличается война от спецоперации по сути от той спецоперация которую вы объявили ничем не отличается ну это можешь не сказать ты либо ты знаешь либо не знаю я не знаю что такое спецоперация я бы если бы знал что такое спецоперация я бы наверно так бы знал бы отличие между войной спецоперации судя по тому что делает ваша армия вы оккупируете территории ставите свои оккупационную администрацию снимаете государственные символы ставите свой флаг то это оккупация но соответственно если вы оккупируете часть территории то это война ну просто вы без объявления войны напали и забирайте территорию а в чем карьер заключается спецоперация непонятно а в чем конечно что такое спецоперация спецоперации это отличается от войны то чтобы меньше вреда мирному населению нанести вот что такое спецоперации на только если еще при этом поставить перед собой задачу меньше нанести вреда мест местному населению да ну так то получается то же самое но что-то не сходится смотри мариуполь живы уничтожили как уничтожили ну как вот ну как вот он был город цвету что-то взял взяли его уничтожили там погибло больше 20 тысяч мирных жителей все подожди подожди секунду отдавать зеленского позвольте спросим кто уничтожил давай конечно набирай алло володь тут твои спрашивают кто мариуполь уничтожил россия или украина просто они спрашивают что-то они не знают украина да значит ну слушай володь мешок коковина тебе еще подвезем туда киев возьмем через месяцок хорошо твои значит да ладно коковинечка подвезем еще давай видишь говорит сказал это вы ему это же не смешно у тебя очень плохое чувство юмора не сказал это вы уничтожили ты выиграл в детстве в квн я не играл но у вас президент квейн какой что у него очень хорошее чувство юмора но квн обычно портит людям чувство юмора очень сильно не рекомендую ты слышал что-то про прилет ракеты в краматос когда ракета прилетела прямо непосредственно на железнодорожный вокзал масса погибших операция или эта война как это ракетовать вчера смысле ракета наша как ним как не нашу при этом сиди не подгавкивает или выходи в стрим и общайся понял а расскажи мне про аллею ангелов это очень интересно знаешь ли ты сколько погибших отец за мирных людей женщин детей сколько молитвших за например девятнадцатый год давай знаешь сколько погибших мирных жителей за девятнадцатый и за двадцатый год например в донецке знаешь ли ты я знаю за 8 лет 14 погибших и есть аллея ангелов знаешь 14000 погибших кого мирных жителей от женщин тебя информация про погибших 14000 мирных жителей женщин и стариков где-то эту информацию взял загугли загуглить что число погибших ты должен был сказать что стандартную фразу вы 8 лет дам били бомбас да да вот а ты а ты скажи стандартную фразу давай мешков нам не хватает мешков каких мешков но у вас у вас фраза сало там какой-то про сало там говорите по герой ты мне сможешь объяснить и вот твой который там подгавкивает рядышком можете объяснить какова цель вашей войны очистить от нацизма украину а поясни как это да как это должно выглядеть но ты потом поймешь когда освободят я понял то есть ты не в курсе ты не понимаешь а зачем тогда захватывать территории если вы не понимаете для чего вы это делаете потому что вам сколько говорили вы никак не понимаете а когда вам легче станет когда всех нацистов уничтожен как вы определяете кто нацист кто не нацист да возьми тот же азов ну хорошо окей мы взяли азов и он отдельно а все остальные как вы определяете кто нацист кто не нацист то не спросил ответил ты уже начинаешь мне каждую эту ну конечно каждую эту это же интересно ты говоришь что нужно уничтожить всех нацистов а как вы определяете кто нацист кто нет ведь бои ведет ведете вы с вооруженными силами украины с целыми бригадами с батальонами не только азовом ведь воюют воюет огромное количество воюют десантники воюет пехота воюет артиллерия все вооруженные силы они все получаются нацисты или только частично как вы определяете все все почему как ты решил что они все нацисты по каким признакам да потому что они мирных людей своих же и за мирными укрываются живущий так сказать не понял все что ты имеешь ввиду поясни пожалуйста живыми людьми прикрываются это означает живыми ли вы закрываются знаешь такой щит я не понимаю что ты имеешь ввиду если защищают защитники города харьков защищают город харьков то по-твоему это живой щит или это защита города непосредственно в самом городе нужно ли просто взять эти позиции отойти и отступить а куда же отступать если это твой город куда же ты должен тогда отступать как защищать свои города как надо было давно сложить оружие не начинать это ничего так мы же не начинает ажи бы этого не будет наступление начало ты понимаешь если россия сколько терпела это сколько она пыталась договориться подожди это я понял вас кончилось терпение но как вы теперь а теперь а теперь нет а получается по-твоему нацисты это все солдаты защитники пока всех не истребят там россии заднюю не даст а кого всех пока не истребят эти сказано and such a Onda циты получается это все что ли выходит так все кто не любит россию все кто не хочет россию все кто оказывает сопротивление это все нацисты те кто оказывает сопротивление далее а если все оказывают сопротивление кто все оказывает большая часть людей, все. Военные, военные? И мирные жители в том числе. Не принимают вас. А мирные каким? Каким способом оказывают. Ну вот хотя бы как в Херсоне выходят на митинги и говорят русский, иди нахуй домой. Херсон, это Украина. Что с ними делать? А ты видел, сколько людей кричат, мы вас 8 лет ждали. Спасибо, что вы приехали. Я спрашиваю, что делать с теми, кто против России? Они все нацисты? Да пусть едут. Куда? В Польшу, в Германию. Куда? Почему им ехать в Польшу, если их страна это Украина? Зачем им уезжать в Польшу? Они не любят Россию. Скоро все будет Россия. И будут все кричать Ахмат Силова. Понял. А как ты думаешь, а где вы остановитесь? На границе с Польшей. А почему? Что, почему? Ну почему дальше не пойти? Почему вот вы шли-шли-шли, остановились на границе с Польшей. А дальше? В чем отличие от Польши от Украины? Польша тоже не любит русских. Так они не... Тихо не убивают. Что же, что еще? Не расслышь, связь, связь, связь. Аааа. Блин, так бы до конца бы размотать бы его. В лесу поймали Чикатило. Одежда, руки, нож в крови. И говорит всем возмущенно. А где вы были 8 лет?